всем привет снова здравствуйте давайте начнем по вашим просьбам делать видео то что вы попросили показать буду постепенно стараться это все дело снять как что делать хочу еще вопрос такой ответить точнее на вопрос почему я не снимаю видео на восьмерке те кто видели видео связанные с восьмой моделью вы видели что здесь плохо читаются названия вроде программа пишет хорошо пока вроде все видно да а вот там надписи плохо видны там другой шрифт стоит поэтому я стараюсь все в семерке делать и более-менее здесь уже долго работаю мне здесь комфортнее так погнали делать лего человека подписчик который попросил он знает это видео для тебя так текстура открываем текстуру и давайте попробуем с чертежом поработать не будем работать с картинкой будем работать с чертежом вот такое нашел в интернете сейчас вы его увидите вот такой чертеж сразу скажу что я его не делал никогда и попробуем ну так вот импровизировать что получится поехали так начнем сначала посмотрим что у нас здесь есть уже видно что здесь есть цилиндры здесь есть квадраты и принципе больше тут ничего такого таких деталей сложных нет вот давайте будем работать с цилиндрами и квадратами отключим нашу картинку откроем сначала куб вытянем его и уже как по прошлым видео все это делая edit make polymesh выравниваем shift левая кнопка мыши и давайте посмотрим как он акцентрован так вот так он у нас стоит все хорошо чуть-чуть поворачиваем боком смотрим симметрию вот у нас здесь лицевая симметрия будет вот с этой частью и начнем работать это будет лицевая отключим симметрию x и давайте теперь в геометрию зайдем откроем сайз и поработаем сайзом так вот так мы чуть-чуть сплю с ним посмотрим теперь на картинке как он будет у нас выглядеть картинку подтянем центр и увеличим чуть-чуть и сделаем прозрачнее вот это вот запоминайте где это все делается отключаем z и начали начинаем работать alt левая кнопка мыши подносим к ноге вот сюда опять же выравниваем опять же можем его растянуть уменьшить чтобы здесь не обрезать и с помощью альта опять подставляем вот так можно сделать чуть-чуть побольше вот так вот и чуть-чуть подставляем так здесь мы обрежем теперь давайте посмотрим как будем с ним работать дайна мыс сделаем ему посмотрим сетку все нормально теперь правая кнопка мыши вот так вот развернем его опять выровняем и перетащим уже вот к этому чертежу вот так опять же сайзом поработаем здесь вот чуть-чуть наверное его так здесь оставим а вот так вот уменьшим подведем к ноге и давайте поработаем резкой включим и вот так вот будем резать резать будем от до верхней вот этой шкалы где начинается уже округление обрежем так обрежем всяк а вот здесь уже мы поработаем вычитанием и сделаем дубляж дубликат саптулах переключимся на дубликат и с помощью мов вот сюда его так вот вытянем теперь мы его расширим вот так побольше поставим сделаем прозрачность вот эту кнопку нажмем и теперь выровним вот эту часть нам надо обрезать так теперь мы делаем вычитание жмем вот этот вот этот значок переключаемся на верхний саптул делаем марш даун жмем окей и снимаем выделение control левая кнопка мыши протягиваем и все вычитание происходит или можно дай на мышь нажать так нога у нас есть вот так все это происходит делаем одну поле группу control w и теперь давайте поработаем с цилиндром так перетащим ее вот сюда вот ногу и давайте добавим аппент цилиндр переключимся на цилиндр отключим прозрачность нам она не нужна пока и теперь сделаем давайте опять дай на мыши так смотрим опять же сетку покрутим помощи ротации сделаем сайт поменьше ей установим ногу помощью ротации вот так вот ее выкрутим так немножко подровняем и с помощью мов установим вот сюда вот так теперь смотрим как это все будет смотреться сбоку опять же с помощью мов вот так вот ее подгоняем и чуть-чуть можно уменьшить ее в размере и чуть-чуть рассырим ее чтобы она была ровная и вот такая нога у нас получилась так теперь давайте поработаем с телом вот так вот это все дело установим отключим мов и давайте добавим теперь опять куб аппент куб переключимся на куб делаем опять ему дай нам с и с помощью мов вот сюда вот так вот установим вот так так все это у нас сделано выровняем и теперь давайте опять сайзом чуть-чуть уменьшим опять чуть-чуть опустим его отключим мов и вот этой вот штукой отрежем передвигается она пробелом кстати вот вы можете двигать зажав пробел и вот так вот резать так все это сделано у нас теперь давайте опять перетащим на этот чертеж зажатым альтом вот так и здесь можно просто его сплюснуть давайте найдем по какой он оси работает вот так вот и немножко опустим тут видно чертеж чуть-чуть сбивается похоже на это так что будем подгонять его чуть-чуть вот так все это установим развернем все заготовка у нас есть вот такая вот ну теперь поработаем с головой и шеей давайте опять же включим аппенд и опять так поработаем те же цилиндром откроем цилиндр еще раз сделаем ему так дайна мы сделать пока ему не будем давайте поработаем с сайзом уменьшим с помощью мов опять же перетащим вот сюда вот так и с помощью мов чуть-чуть его сплю с ним и расширим вот таким образом смотрим сверху все нормально вроде теперь делаем ctrl G округляем подгоняем потом все вот эти вот края мы сделаем мягче все на округлиться так что на это пока мы не смотрим так голова у него наверное все таки должна быть не овальная а круглая чуть-чуть прибавим опять выровним и немножко опять же уменьшим шею можно делать добавив саптул теперь опять же вот цилиндр или можно этот саптул вниз отнести ну давайте просто сделаем без переноса а добавим опять цилиндр вот так вот уменьшим ему переключимся на него уменьшим его опять в размере жмем мов и поднимаем кверху вот до такого уровня теперь все здесь выровним вот так вот перетянем шею вот сюда вот так вот на голову по моему по моему надо еще немножко подтянуть и добавим чуть-чуть объему все это выровним и наверное придется все таки заняться резкой иначе она не попадает что-то на свое место вот так мы это все обрежем все нормально здесь потом мы его округлим чуть-чуть голову приподнимем вот так вот так все это сделано займемся теперь руками руки опять же у нас это цилиндры жмем append добавляем цилиндр и теперь работаем так же уменьшаем в размере вытягиваем ставим вот на это место ставим прозрачность вытягиваем вперед здесь выравниваем побольше кверху поднимаем и тут потом ее обрежем и теперь вот так вот чуть-чуть вытянем вот до сюда а вот здесь вот можем мы теперь поработать с помощью MOF и CONTROL вот делаем дубликат левая кнопка мыши и вот так все это ротации и с помощью MOF подгоняем так это вот так вот выравниваем уменьшаем в размере и с помощью MOF устанавливаем на место вот так вот теперь снимаем выделение возвращаемся назад смотрим подгонка не закончилась вот так вот вот теперь снимаем выделение и попробуем теперь резку только вот это клипку отключим MOF вот так все это дело сделаем и вот так все это дело можно выгладить и с помощью MOF TOPOLOGY можно ее вот так вот чуть-чуть вытянуть и наклонить так потом можно даже будет обрезать где-то вот так вот так пока так все оставим все это дело выровняем так теперь нам нужна вот эта рука жмем SUB TOOL жмем UPPEN жмем опять цилиндр на него переключаемся и повторяем в принципе одно и то же теперь смотрим опять дело у нас находится вытягиваем делаем больше в длину так толщина у нее должна быть более-менее толстая вот так все это дело повернем и с помощью MOF подтянем уже установим в нашу руку вот так чуть-чуть давайте уменьшим все-таки чтобы все было нормально и не забываем вот так вот с этой стороны ее подгонять вот все установлено и теперь у нас выходит вот эта писть вот это можно сделать пустотелый цилиндр и установить его сюда давайте посмотрим как это можно сделать откроем тулы откроем цилиндр закроем закроем картинку зайдем initialize и вот этот вот init rate вот так вот крутанем добавим чуть-чуть дивайдов чтобы она мягче была ну и в принципе все теперь мы делаем make polymesh заходим в наши саптулы вот эти и открываем саптулы и заходим в аппент и вот он у нас уже цилиндр будет тут так отключим это дело и теперь уменьшаем так вот это все мы теперь уменьшим посмотрим что да как вытянем с помощью мов вот он у нас пустотелый и теперь надо его обрезать обрезаем его вот так вот квадратом вот так вот сделаем и теперь все это дело развернем вот так жмем move и вот сюда вот так установим уменьшаем чуть-чуть размер и теперь вот нам руку вот эту всю объединить и потом будем с ней уже работать так что-то вот эту надо будет наискось наверное как-то срезать давайте сразу выровняем вот так так теперь руку мы объединим давайте найдем где у нас все части руки вот они и делаем Merge заходим в Subtool и жмем Merge Merge все рука у нас объединена и теперь мы можем ее целиком вот крутить вот так как вот это все исправить то что у нас где-то торчит еще что-то это мы уже в прошлых видео смотрели делаем или одну полигруппу ctrl w и делаем Dynamesh или ZRMS давайте ZRMS попробуем вот так вот откорректируем здесь тоже можно подтянуть будет или вычитанием заняться вот так Ну, в принципе, вот такая рука получается Здесь её можно уже, конечно, доработать Вот так вот сделать чуть-чуть наклон ей И вот так вот здесь вот подкорректировать Вот такой у нас получается лего-человек Потом можно здесь ещё что-нибудь придумать Так, вот эту кисть потом можно доработать ещё будет Подтянуть туда, это не проблема А так вот даже смотрится лучше, по-моему Пойдёт Так, нижняя часть здесь можно поработать маскированием Переключимся на куб Вот так вот делаем маску Инвертируем Ctrl-I И её вот с помощью Ну, можно с помощью Skyl Вот поработать Или с помощью деформации Сайзом Вот что-то такое получается Снимаем маску Вот уже всё хорошо Теперь мы можем полностью объединить Всё вот это И нам нужно будет это всё Сделать в симметричной симметрии У нас делается в геометре Помните, Modify Topology Mirror and Well Посмотрим по какой оси работает Так, давайте всё объединим И с помощью MOF Посмотрим, где это всё у нас стоит Вот так всё это установим Посмотрим, по оси Y у нас всё установлено И давайте всё это отзеркалим Вот такой у нас получился человек Вот такие у него полигруппы Всё это можно разбить потом И сделать мягче с помощью деформации И вот этот релакс Делает его гладким Вы видите, что он округляет Можно вот это использовать Или Polish By Group Вот такой у нас человек получился Нужно всё это дело раскрасить Нарисовать лицо Подобрать цвета Понять, кто он у нас будет, кем И всё нормально Всё, до свидания Если видео понравилось, ставьте лайк Спрашивайте, как что сделать Я ещё буду теперь снимать По вашим просьбам видео До свидания